Парк Дома офицеров флота открылся в Краснофлотском районе Хабаровска. В торжественной церемонии приняли участие более 300 горожан и школьников. Реконструкция сквера началась еще в прошлом году. Строители проложили тротуарные дорожки и установили спортивную площадку. В середине прошлого столетия парк был популярным местом отдыха у жителей Краснофлотского района. Зеленая зона тогда находилась в ведении Министерства обороны. Горожане регулярно приходили потанцевать на летнюю площадку, а также посмотреть фильмы в кинотеатре. Ой, здесь так весело всегда было. Мы так всегда танцевали моряков, женихов. Отдыхали, в кино ходили, на танцы, естественно, с девочками знакомились. На аттракционах крутились. Все было. На реконструкцию первой очереди парка потрачено 10 миллионов рублей. Треть из них – деньги инвесторов. Однако, по словам специалистов, впереди еще большой фронт работ. В порядок нужно привести территорию площадью в 3,5 гектара. В перспективе мы планируем в 2017 году вторую очередь реконструкции парка, где будет предусмотрена детская площадка. Площадка для проведения мероприятий по просьбе жителей Краснофлотского района с учетом наэросцены, где будут проводить, может быть, и танцевальные вечера, вечерние. Будет реконструированы те дорожки, которые раньше были в парке. Они проходили по всему периметру с зонами отдыха. Это есть в проекте. Проект у нас вот здесь на входе есть. Значит, мы на следующем году начнем вот эту вот зону делать. На универсальной спортивной площадке установлена футбольная коробка и тренажеры для сдачи норм ГТО. Теперь для учеников школ, которые находятся неподалеку, уроки физкультуры будут проходить в этом парке. В перспективе мы думаем о том, что здесь родится комплексная школа, где будет развиваться не только самбо-90. Футбол, художественная гимнастика, кикбоксинг. Вот мечтаем об этом. В сквере уже начались работы по обустройству велодорожек и лыжной полосы. Кроме того, если у парка появится инвестор, то здесь будет восстановлен кинотеатр, возведен спортивно-оздоровительный комплекс и площадки для отдыха горожан. Анастасия Пиццион, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения.